x7 тв бокс на айм лоджик с 905 l2 процессоре или как китайцы жухнули нас на память в этом тв боксе ну ладно поехали разбираться в нашем обзоре в общем привет ребят купили мы вот такую бокс x7 и заявлено было очень круто по характеристикам это был 4 на 32 5 диагерц классный знаете там ну конечно ланаджи из 45 на 100 мегабит и вот вроде бы неплохо почему потому что стоила на и вообще невероятно дешево там 24 доллара я думаю 4 на 32 905 l2 даже вот хватит там поиграть и 5 там какой-нибудь full hd youtube щек то ну неплохо будет плюс можно поднять авто фрейм рейт потому что есть root права кстати 5 диагет слупит 330 мегабит я был в тихом ауте а 2 и 4 там до 160 это это нечто но когда мы ее получили включили мы увидели что здесь не 4 на 32 а 1 на 8 мы открыли конечно же спор на алиэкспресс и сказали чтобы они вернули деньги но я вам скажу это чистый скам это вот чистый обман почему потому что в настройках самого андроида было написано хранилище 32 уже только когда ты заходишь в аидо 64 только там можно увидеть что там действительно 1 на 8 из которых доступно 4 гигабайта как бы вот простый обман я понимаю что люди которые купят они будут просто-напросто видеть что это ну гадкая приставка в общем-то процессор а до 1 и 2 гигагерца 4 ядра это облегченная версия 905 x процессора и многие которые знаете там видят что-то отличное от аббревиатуры 905 x 2 905 x 3 они увидели 905 l2 и говорят что вау новый процессор это что-то там крутое нет нифига это все то же самое старое говнище ребят ссылка в описании под видео переходим смотрим ждем резюме наши поэтому тв-боксу ну и конечно же подписываемся чтобы увидеть все наши самые честные мнения обзоры поехали старый рогатый интерфейс то есть ну в принципе не совсем рогатый он имеет право на жизнь в том плане если у вас нет чего-то другого то конечно это целью его всегда можно поменять но начнем приставка оказалась действительно интересная когда мы купили 5 гигагерц есть все подключились проверим чуть позже выставим объемные звуки есть одна опция всегда идем в обустройстве смотрим на тв-бокс версия андроида 10 и когда мы зашли в хранилище сброс пишет написано внутренний общий накопитель всего вместо 32 гигабайт на секундочку ну ладно сейчас мы здесь уже просмотрели здесь все вроде бы есть но когда мы перешли в аида 64 и увидели вот такую картинку о том что здесь им logic по 281 платформа 1 гигабайт оперативной памяти не 41 и всего лишь 8 гигабайт хранилище из которого доступно 4 то есть ну это просто жесть центральный процессор это cortex a53 это облегченная версия 905 x процессора 905 x было до 1 и 5 гигагерц это 905 l2 до 1 и 2 гигагерца 4 ядра за отображение отвечает молит 450 мп то есть те кто ожидал что 905 l2 увидели какую-то аббревиатуру отличную 905 x 3 думают а новый проц не нихера это очень очень старый прод забудьте connection speed на сети вроде бы неплохой проверим доступ к датчикам температуры у нас нет доступа то есть представляете на 905 l2 на древнем говно мамонте нет доступа к датчикам температуры это все печально выходим знаете что меня очень сильно раздражает маленький курсор мыши то есть нам необходимо будет лезть и что-то менять потому что ну курсор мыши очень маленький сразу скажу что здесь есть root права можно поднять а фрд вот пожалуйста она запустился сразу же стартуем спид тест слушайте работает все медленно я сейчас запустил спид тест и сижу жду вот мы сидим и ждем сидим и ждем не только со спид тестом такая фигня есть пролагивание в меню есть пролагивание прод старый 1 и 2 о чем тут можно еще говорить давайте стартуем 5 геогерц и это у нас кстати 330 мегабит секунду это же из 330 то есть в это говно за охренительный роу верни охренительный модуль вайфай на хорошем роутере выдает 330 на 360 представляете вообще это честно говоря когнитивный диссонанс давайте переключим на 24 геогерца у нее и зашли в вайфай зависли за что от висли давайте показываем все сети суждено интересно если у него классные модули и они пытались продвинуть эту всю хрень как 4 на 32 то возможно в 4 на 32 варианте это было бы еще и ничего так стартуем 2 и 4 геогерца веселая приставка получается я вот редко так веселюсь 2 и 4 браво 150 160 160 170 мегабит было в пике я в тихом ауте 169 97 на загрузку и давай 100 120 130 я в шоке я так красиво именно мне так приятно еще никогда не кидали люди подключаем ланаджи 40 сейчас еще окажется что здесь гигабитный lan порт будет вообще знаете весело поехали стартуем нет за 100 мегабит ну 100 неплохо при этом конкретно нормально работающих соточка чистая сотка можно дальше не проверять слушайте интересно давайте наверное проведем троттлинг тест потому что его все-таки надо провести несмотря на то что датчиков температуры нет мы сможем с вами увидеть допустим насколько у нас падают частоты то что там сейчас пойдет график прыгать это потому что я сдвинул вниз сейчас реклама какая-то повалит в общем-то ждем и смотрим то есть если вдруг будут какие-то прыгания частоты сразу же включусь но пока что троттлинга нет несмотря на то что вверху какой-то красный график идет в уголке вот этот верху кусочки этого графика смотрите это не самый плохой троттлинг тест что самое интересное ну то что там минимально это у нас падала графика но за этот троттлинг тест частота процессора не падала ни разу и тут получается у меня знаете вот интересный момент стоит приставка дешево заявились они 4 на 32 вот если было на 4 на 32 вообще было бы шикарно ибо 1 на 8 это ну как-то совсем маловато по результатам 3d марка могу вам сказать что здесь практически никакие игровые возможности это 3258 баллов и storm extreme и вайсторман лимит 6000 баллов это очень-очень низкий показатель почти в 1 и 8 в 1 и 7 раз меньше чем у 905 x 3 проц а даже меньше чем у 905 x простого принципе уже можем спокойно переходить тестировать мультимедиа остается нам еще проверить скорость чтения с через юсби порт здесь все-таки от юсби 20 вообще сможем ли мы смотреть нормально фильмы через юсби 20 и какая здесь память нам тоже интересно поехали тестировать итак скорость чтения у нас 33 и 9 мегабайт в секунду это 264 mbps и мы можем смотреть практически любой фильм и скорость копирования памяти тоже далеко не самая низкая 107 гигабайт в секунду то есть фильм вот ребят вот как можно было так а посрать приставку просто напросто кинули просто тупо на память все попробовал запустить cpu монитор и вывесил все это вывесил все таки один гиг это проблемно сейчас это все висит а кстати знаете что здесь есть здесь есть шторка по моему да здесь есть полноценная шторка и вот мы видим у нас температура 46 градусов каким образом он получил доступ к температуре если там не было полноценного доступа к температуре 47 градусов при этом она еще и колеблется мне кажется что это не температура cpu ну ладно посмотрим понаблюдаем запустим воспроизведение gemini man на 69 гигов давайте через сток плеер мне прям интересно вытянет он или не вытянет давайте поехали поехали у нас еще тест звука возможен ну dolby digital у нас нет в стоковом плеере хотя 4к 60 fps фильм пошел проигрывать с одним гигом оперативной памяти у меня как бы вообще вопросов нет то есть можем даже помотать давайте на серединку все работает все работает ребят я вот честно говоря в шоке ладно выходим попробуем все таки добиться воспроизведения какого-то звука может быть в режиме пастрон будет работать давайте долгий диджитал но включим вилси и поехали ну нет здесь проброса звука вообще нет то есть мы включили dolby digital плюс давайте dolby true hd попробуем через вилси мульти он его выводят как multi-channel pcm это то есть мультиканальный обыкновенный звук давайте dts попробуем опять multi-channel pcm здесь нет поддержки не dts не dolby digital все тоже в multi-channel pcm ups ну звука нет хрен с ним так что такие вот дела хорошо ладно давайте netflix попробуем заметили с netflix само собой здесь стоит черный net netflix которым невозможно смотреть фильмы в очень высоком качестве то максимум там какой-нибудь 576 пи ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй что ж так тяжело то это даже не hd но netflix работает ну я конечно считаю что глупо платить за подписку netflix а и смотрите его в ужасном качестве если говорить об и пи тиви hd то конечно же и пи тиви он здесь проигрывает мы тестируем это все на омега тв омега тв это украинский сервис с hd каналами full hd в принципе ссылочка в описании под видео и промокод на 100 гривен ну отлично к пи тиви у меня вопросов нет чтобы я еще хотел протестировать это youtube это вот очень интересно от тестирующий youtube торрент и выходим чертой матери 1 на 8 я в шоке но от кстати для 1 на 8 он еще неплохо работает температура здесь не актуально эта температура батареи то есть что-то там он считал ну так подержали ладно поработал и хорошо а вот youtube не грузит не грузит ни при каком раскладе и чтобы я не делал у меня загрузил один раз и все чё-то вообще не хочет что за фигня видно для нового клиента android tv youtube а ему просто-напросто не хватает памяти и такое может быть ребят один гигабайт это уже такое знаете себе неинтересно но в принципе не хочу даже копаться давайте торрент запустим сумку по изуважения к вам хотя многие еще скажут что я не запустил здесь ай-яй-яй танки хотя должен был включаем торрент и какой-нибудь там плюре диск рамос давайте посмотрим через торсерф на 36 гигов сейчас еще 36 гигов проиграть вообще охренел я вам честно скажу нифига выкинуло маловато о нет не выкинуло я в шоке я просто в шоке давайте включаем вему медиаплеера ну давай удиви нас и 36 гигов ждем пусть играет на одном гигабайке я в шоке просто в шоке ладно ждем не ребят начало лагать начало лагать все-таки один гиг это очень мало я думаю не слушать опять проигрывает и проигрывает не лагает служите проигрывает ребята все я выхожу не в должно выкинуть ну выкинула выкинул зависла зависла выкинула мало памяти мало короче а выкинула все выходим резюмируем данный тв-бокс выводы одни они одни мы не рекомендуем приобретение данного тв-бокса этот тв-бокс является полным обманом здесь нет 4 на 32 процессор достаточно слаб поэтому ребят не рекомендуем это все что мы хотели вам сказать если нравится что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был бабл на канале техно зон пока